Привет, друг! Это перезалив ролика про лес из-за определенных причин с ютубом. Я перезаписал звук данного ролика и оставил его таким, какой он есть, дабы было понятно и приятнее слушать с нынешней подачей. На данный момент уже существует огромное количество разных 3D моделей текстур, готовых материалов и даже сцен. И на только один из таких паков можно собрать всю сцену целиком. Я хочу показать пак от Quixel Megascan, в котором присутствует огромное количество отсканированных и качественных моделей, веток, пней, коры и всего вот этого. Библиотека постоянно пополняется и имеет такие шикарные текстуры. Присутствуют бесплатные пробники для того, чтобы ты мог оценить качество этих плодов. Достать все это дело, а может и не все, ну ты сам знаешь где. Ну или зарегайся на сайте, что правильнее и купи то, что понравится. Чтобы понять, как сделать определенную сцену или объект, нужно понимать все детали, ну которые с ним связаны. Только так можно достичь реалистичной картинки. Ну вот из чего состоит лес? Понятно, что каждый по-своему, но все же. Это разбросанные листья, ветки, разные поверхности, собаки, а что? Трава, деревья, причем разные. Может быть, лианы, грибы, кусты, поваленные деревья и кора. Очень важная штука, это погодные условия. Потому что все, что ты будешь делать, нужно подгонять под них. То есть холодно, тепло, дождливо, сухо и так далее. От этого зависят лужи, трава и освещение в целом. Давай по пунктам. Только это не хронологический порядок. Я буду хаотично прыгать в процессе, самое главное понять суть. Плоскость. Очень важно понимать, какой ландшафт ты хочешь. Не будь скучным, делай интересные поверхности. Это даст тебе преимущество не только на уровне оригинальности. Ты сможешь сделать все оптимизирование, если у тебя будут разные поверхности, закрывающие другой ландшафт за ней. Ну и более глубокую композицию, смотря какой лес тебе нужен. Это ведь может быть таинственный и волшебный пейзаж. А может быть русский с березками, где преобладают равнины в определенных местах, но на самом деле не менее сказочные, по моему мнению. Может быть вообще создать дорогу или отдельное место для домика. Окей. Вариативность. Это момент, связанный с разными текстурами, которые находятся в разных частях по-разному. Ну типа здесь трава, здесь поваленное дерево, где на плоскости уже будут лежать ветки и мох. Не бойся смотреть на референсы картинок в гугл. Обложись ими как можно. А может и вовсе классические картины. Все это делается с помощью… Да ладно, сейчас я все равно покажу. Итак, деревья. Выставим деревья нужным образом с помощью плагина Форестер. Ну и опять, конечно же, суть заключается в видах, ну и рандомности деревьев. Там же их можно гнуть, поворачивать и накинуть на определенные области. Реально, определись со своим лесом, наконец. Ну и детали. Трава, ветки, бревна и так далее. Ну например, если здесь уже побывали люди, это поваленные деревья, кора и так далее. Ну ты понял. Ну и настройка освещения и материалов. Давай работать в ускоренном режиме и останавливаться на ключевых моментах. Окей. Для начала необходимо создать плоскость, на которой будем размещать все необходимые объекты и детали. Все это можно сделать средствами одной программы. Давай что-нибудь поинтереснее, чем просто какая-то равнина. Редактируем с помощью скульптинга, используя всего два первых инструмента. Также создадим все на маленьком участке, дабы не разбить компьютер от вылетов. Не бойся смотреть на рефы других художников или фотографии других лесов. Они дадут плоды для размышлений в деталях, нежели ты будешь тупить и не понимать чего тебе не хватает. Понятно, что ждешь рендер. Я в курсе, до него дойдем. Далее нам необходимо также работать с плоскостью, а деревья пока подождут. Я подобрал несколько смачных текстур для разных вариаций, которые ты можешь скачать у меня в телеге. Ссылку найдешь в описании. Для начала мы должны выделить, например, область тропинки. Вот таким образом. Пока не торопись. А проверим с разных сторон, ну вроде то. Заходим в Select, Set Vertex Weight и на 100%. Здесь в 20 версии Cinema мы можем нажать на Tech Vertex, именно эту галку. А далее подредактировать края, чтобы все выглядело гораздо плавнее. Ну, как-то так. Мне еще захотелось дорисовать ямку, поэтому сделаю это прямо сейчас. Так, переходим к текстурам. Сначала идет главная текстура. Создадим материал Redshift и произведем такие манипуляции. Для начала закидываю текстуры, ну, которые будут являться основными. Нам достаточно Normal Map, Reflection и сам цвет. А ну и конечно Displacement. Сразу добавим Material Blender и цепляем к нему всю вакханалию, которая здесь будет. Все досконально и лично я разбираю в своем курсе. Там же мы как раз и будем создавать лес в практическом задании номер 4. Опять же, не пугайся всего этого. Выглядит ужасно. Но это нихрена не так. Сейчас будут просто повторения одних и тех же действий. Сам посмотри. Главное правильно подобрать текстуры под необходимую цель. Тропинка это из пыли, грязи и остаточных камней и веток. Рядом с деревом могут быть корни, еще ветки и трава. Где-нибудь другая местность и так далее. Накинем материал на Plane. Смотрим как выглядит и уменьшаем процент повторений для плотности. Затем накидываем Tag Object для Displacement. Ну, точнее для того, чтобы он работал. А потому что включается он только с ним. Включаем по стандарту все галки и применим нужные значения. Уже получается интересно. Вспоминаем, что мы делали для тропинки Vertex и заходим в материал. Чтобы добавить текстуру как раз для этой дороги, создаем Vertex Attribute. И добавляем сюда Tag Vertex. Сам материал на Layer Color. А Vertex в Blend Color. Ну и готово. Прицепим текстуры в материал и тропинка готова. Помним, что у нас есть Displacement и у него тоже есть свой блендер. К нему чуть позже. Ямку мы создали не зря. Добавим еще один плейн и поместим как-то так. Таким образом регулируем уровень луж. Материал простой. Можем выбрать пресет воды и поиграться с SubSurface. А дальше поднимай и опускай все это дело. Теперь в силу вступает плагин Forester. Достаточно процедурная штукенция. Необходимо определиться с деревом, которое будем размножать. Ну и далее по плану. Выберем пресет Carolina Poplar. Ну тут не будем сильно заморачиваться. Учти, что текстуры, которые даются по дефолту, отвратительные. Более-менее нормальные закину также в телегу. Сразу создадим мульти-клонер, чтобы распластать деревья по плейн. Ну и закинем в него дерево. Вот сюда положим ландшафт. И чтобы определить тропинку и лужу от рандомно распределенных деревьев, выделим эти места. Далее Select, Set Selection. И закинем созданный тег Filtering. Вот сюда. Не забудь его включить. Далее снимаем галку в Display Point. Листаем вниз и находим Clone Size. Понижаем размер. Также добавим количество. Отрендерим и особо ничего интересного. Вблизи так вообще жесть. Отключил Displacement, чтобы сильно не грузить систему. И начну изменять текстуру дерева. По дефолту создается текстура листьев и коры. Но не стандартная. Поэтому сконвертируем все в материалы, а вот здесь. И заменим кору на ту, что есть у нас. Displacement ставить не советую, иначе точно не прогрузит. Настроим отражение в правильное русло. А чтобы цвет был таким, каким ты хочешь, добавь Color Correct между текстурой и материалом. Ну вот, примерно как-то так. А вот с листом смотри внимательно. Вся фишка в Backlighting. Как делаю я? Я беру пипеткой цвет самого листа, и этот же цвет повышаю в тоне поярче. И мы получаем шикарный просвет, где это будет необходимо. Все же изменю цвет коры. Так, и добавлю Displacement обратно. Чтобы он заработал как надо, мы просто прикрутим тот же вертекс в Displace Weight. Естественно, подкрутим настройки. У меня уже стоит здесь одна HD-Ry, она находится также в телеге. Либо скачай на сайте HD-Ry Heaven. Ну смотри, что-то уже поинтересней. Дальше хочу траву. Манипуляции те же. Добавил траву и поместил Multicloner. Я оставил обычную, чтобы не заморачиваться, и стандартную текстуру. Кстати, из-за Displacement вся плоскость поднимется. Поэтому всю траву будет срезать. Можно либо поднять траву, либо играться с настройками Displacement. Итак, что-то в таком стиле. Меняю буквально только цвета и расположение. Хочу добавить еще отражения на листья. Их попусту сейчас нет. Ну вот какая прелесть. Что мы делаем далее? Есть один охренетительный сайт Quixel Megascan, про который я говорил в самом начале. Ну где валяются тысячи разных сканов и реалистичных деталей. А просто глянь, что там есть. А я закину уже небольшой пак готовых моделей в сцену и в ускоренном режиме набросаю все. Черные они, потому что текстуры не найдены. Нужно зайти в осец и добавить их. Вот таким образом. Какие-то части к примеру добавил. Создадим клонер и распластаем вот эти ветки с помощью мод-объект. При помощи рандом накрутил повороты и поднял немного наверх. Ну потому что дисплейсмент. Ну ты помнишь. Отлично! Субтитры сделал DimaTorzok Так же можно добавить Environment для интересного освещения. В Dome Light немного повысим Volume и будет что-то в таком стиле. Ну и все остальное зависит от освещения и деталей, которые ты будешь набрасывать и набрасывать. Здесь освещение происходит только с помощью Dome Light, причем без Brute Force. Плюс цветокоррекция. Все просто как никогда. Процедурность заключается в том, что ты просто можешь взять и поменять настройки одного дерева и рандомность пойдет на все, что тут есть. Ну и давай бонусом я покажу тебе фишку. Есть основной материал и материал с ветками. Создадим все тот же вертекс, ну на 0%. Клик по тегу вертекс под эту галку и выберем сферу. Трансформируем и накинем ее на дерево. Не забывай, надо бросить тег на атрибут вертекс в материале. Окей, ну и цени. Хотя для видимости основной лучше убрать, а ставить обычный материал. Теперь ставь дерево в любое место и корни будут всегда с ними. Спасибо, друзья, за просмотр. Пиши в комментариях о том, что думаешь, задавай вопросы и заходи к нам в телеграм-канал. Смотри наши обалденные новости недели и до новых встреч.